Привет! Сегодня я и моя уже большая принцесса Лея расскажем вам о том, как правильно выбрать сухой корм. Итак, поехали! Ну а сначала подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, и мы с Леей будем и дальше снимать для вас крутые и полезные ролики. Какой же корм самый хороший? Как правильно его выбрать? Сегодня, после просмотра этого видео, вы перестанете себе задавать этот вопрос. Сухие корма условно можно разделить на три группы. Это корм эконом-класса, среднего класса и премиум класса. Начнем с эконом-класса. Это самый доступный сектор сухих кормов, который можно купить в любом супермаркете. Большой ассортимент и достаточно невысокая цена. Я научу вас, как определять корм эконом-класса и почему вам никогда не стоит покупать его для своего питомца. Корма эконом-класса, как правило, производят из некачественных и непонятных ингредиентов, продуктов. Там практически нет белков животного происхождения, из-за чего животное не наедается таким кормом. И еще, производители очень часто добавляют туда ароматизаторы, красители, чтобы сделать такой корм более привлекательным для вашего питомца, что абсолютно не идет на пользу его здоровью. В ингредиентах на упаковке сухого корма эконом-класса очень часто указаны такие расплывчатые ингредиенты, как мясо и его производные. Зерновые, клетчатка, но не указаны, какое именно мясо, какие зерновые. Если производитель делает из этого коммерческую тайну, то будьте уверены, качество этих продуктов самое низшее. Правило, корма эконом-класса сделаны из отходов в пищевой промышленности человека. И это рога, лапы, копыта, перья, кости и так далее. Не самые лучшие ингредиенты, правда? Рассмотрим средний сегмент готовых сухих кормов для кошек. Тут уже производитель открывает нам свои карты и может указать, какое именно мясо использовалось, какие злаки и зерновые использовались. Но все-таки существенным минусом таких кормов остается то, что большинство ингредиентов растительного происхождения, что снижает стоимость корма, а кошкам это в рационе не нужно. Если все-таки по финансовым причинам вы покупаете корм для кошек среднего класса, то внимательно изучайте ингредиенты и отдавайте предпочтение такому корму, где в ингредиентах кукуруза либо рис указаны в единичном варианте, без своих производных. Ингредиенты на упаковке, как правило, указывают от большего количества к меньшему. То есть, если у вас в ингредиентах сначала указано мясо, а потом указано кукуруза, кукурузных крахмал, либо рис и рисовая мука, то ищите состав получше. Просто производитель для привлекательности решил разбить более дешевое сырье на 2-3 ингредиента, чтобы не смутить покупателя тем, что кукурузы либо риса в его корме явно больше, чем мясной, либо рыбной составляют. Также есть большая разница между ингредиентами птица и предположим мяса птицы. Под птицей может скрываться просто перемолотая субстанция из клювов, костей, перьев, голов, а это нам совсем не нужно. Корма среднего класса уже, как правило, перестают добавлять ароматизаторы и красители. И если вы займетесь изучением ингредиентов, то можно найти достаточно неплохой корм для вашего кота. Да, переходим к кормам премиум класса, но тут вас тоже может подстерегать несколько достаточно распространенных ловушек. Если вы видите на пачке надпись супер премиум, супер пупер премиум, холистик, не ведитесь на это. Это все уловки маркетологов и на качество это в принципе никак не влияет. Также вам опять придется изучать ингредиенты, так как достаточно часто производители кормов среднего класса маскируются под корма премиум класса. Корма премиум класса это, как правило, самое удачное решение, потому что корм уже сбалансирован и изготовлен из высококачественных ингредиентов. Часто при переходе с эконом класса на премиум класс вы можете столкнуться с такой проблемой, что животное отказывается есть премиум корм. А все потому, что в премиум корм не добавляют никаких усилителей вкуса, ароматизаторов и не пытаются сделать корм специально более привлекательным для животного. Обязательным критерием при прочтении состава корма премиум класса является ингредиент мяса. Этот ингредиент должен стоять на первом месте и быть с расшифровкой. Какое именно мясо? Если их несколько видов, расшифровка. Какие виды мяса? Самый идеальный вариант, когда указано филе. Далее могут идти зерновые, бобовые с расшифровкой. Какие именно зерновые или бобовые? Рис мои. Горох либо овес. И какие виды жиров, например, куриный жир. Далее могут идти добавки в виде клетчатки, травы и натуральные консерванты. Обязательно всегда изучать аналитический состав корма, так как высокопротеиновый корм не всегда хорошо для вашей кошки. Это может за собой повлечь проблемы с почками. Если у вас молодое и активное животное, то концентрация белка в корме должна быть 25-40%, и это нормально. Если у вас животное постарше, уже не такое активное, то белок должен быть до 30%. Также важно понимать, что в аналитическом составе указывается общий белок и совокупности всех ингредиентов. А это не только мясо и субпродукты. Это также может быть протеин из гороха, риса, либо кукурузы. Такие растительные протеины, они не очень хорошо усваиваются кошкой. Хорошая новость состоит в том, что в премиальном классе есть такие бренды, которые указывают в аналитическом составе именно процент животного белка. В последок рассмотрим консервы. Тут все очень просто. Чем короче список ингредиентов, тем лучше. Главным составляющим протеина должна быть мясо, либо курицы, либо утки, и немного риса. Пожалуйста, избегайте покупать консервы в виде желе. Это не очень полезно. Бонус! Если вы решили перевести ваше животное с одного сухого корма на другой, это нельзя делать резко. Делайте это постепенно, как указано на этой таблице. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось мое видео, оно было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч. Па-па! Субтитры сделал DimaTorzok